мое все вообще ну вот и пришло время подвести итоги и 3 и обсудить главные анонсы но прежде всего хотелось бы сказать что и 3 конечно уже не то что не тот он уже конкретно умирает ибо все что показали на 12 конференциях спокойно можно было уложить в 3 microsoft все остальные индюшатина за минувшие годы игры в производстве стали не только дороже но еще и стали требовать гораздо больше времени и вот уже даже юбисофту со своей конвейерной сборкой практически нечего показывать но дно как ни странно пробили даже не одни а кэпком анонсировавшие dlc к деревне дураков не сказав о нем вообще ни слова просто будет dlc пацаны радуйтесь а то же мы блять не знали после чего до конца конференции с экрана не сходила разная анима но на саммер геймфесте обмолвились что одна из студии делает новый пейнкиллер и даже скриншота саново не показали в итоге на всех конференциях за исключением конечно майков об играх больше разговаривали чем их презентовали ну и собственно тех немногих анонсах в океане воды что достойны внимания мы сегодня и поговорим но одно можно сказать точно в индустрии сейчас как никогда востребованы разработчики потому что над каждым три пола и тайном работает целая армия людей так что стать разработчиком игр на данный момент это не просто какая-то глупая мечта это можно сказать осознанный выбор профессий наверняка каждый из вас хотя бы раз в жизни задумывался о том какую бы игру он сделал если бы мог в программировании так вот в наше прогрессивное время абсолютно ничего не стоит на пути исполнения подобной мечты так пройдя курс обучения в онлайн школе skill factory вы научитесь создавать игры на движке unity ходе обучения вы разработаете space шутер который будет работать на мобильных устройствах android и ios научитесь создавать 2d игры разработайте tower defense несколькими уровнями познакомитесь с процессом проектирования новой игры создадите многопользовательскую групп жанре танки и загрузить ее в steam а также научитесь основным подходом которые позволяют придумать игру которая будет пользоваться спросом разработайте дизайн документ для вашей будущей игры и узнаете как продвигать игры на них зарабатывать skill factory онлайн школа которая специализируется именно на программирование это значит что тут вы получите максимум актуальной информации и много практики заметьте все обучение строится на практике никакой воды язык c-sharp просто в освоении движок unity первый по популярности курс ориентирован в первую очередь на новичков которые решили получать профессию разработчика игр с нуля и дает полноценную подготовку к работе в геймдеве по итогу курса на основе спроектированного вами документа вы разработаете итоговый проект свою игру как инди разработчик или в команде рекомендую вам учиться именно в skill factory так как по отзывам учеников эта школа на первом месте в рейтинге независимых сайтов ну и самое главное по промокоду полезный бес вы получите скидку в 50 процентов на обучение все подробности по ссылке в описании итак поехали где-то в конце 21 года любители экономических стратегий и динозавров смогут поиграть в новую часть симулятора директора зоопарка с древними рептилиями Jurassic World Evolution 2 игра как и первая часть само собой на любителя но любители среди вас уверен найдутся затем после анонса нового сезона warzone новой карты для таркова и нового фильма райна рейнольдса хули он вообще тут забыл показали трейлер vampire the masquerade bloodhunt новой королевской битвы по вселенной той самой настолке был я на ее пресс показе пока ничего рассказать не могу кроме того что игрушка на самом деле забористая своих игроков она точно найдет любителям динамичных роялей понравится и даже с торрентов качать не придется релизнуться игра обещала сразу по осени следом в очередной раз показали the dark pictures house of ashes трейлер этой игры лежит наверно уже месяц на ютубе и где-то там же но ближе к дну лежит его пересказ от одного альтернативно даренного умельца выйдет игра уже 22 октября где-то в 22 любителей платформеров порадует игра головоломка planet of lana все что можно понять из трейлера это то что на некую планету вторгаются пришельцы выживать и бороться с интервенцией которых будут девушка лана и ее жирный кот разработчики идейного наследника left for dead под названием back for blood торжественно объявили что 12 октября стартует открытая бета но любители фришек не понаслышке знают что открытая бета это все равно что релиз самое главное что мои надежды на pvp режим который был в оригинальных левках оправдались а значит игру можно брать свое время я многие часы провел в зомби мясорубке от этих ребят надеюсь и в этой провести столько же главное чтобы карты были все такие же ядерные с концертом с заправкой но вы помните короче ждем октября также где-то в 21 выйдет игра от разработчиков пятницы 13 во вселенной зловещих мертвецов выглядит надо сказать привлекательно играть хочется уже прямо в час надеюсь только что с правами на экранизацию ребята разобрались заранее если кто не знает о создателем майкла майерса хорошо потаскали их по судам но из баланса надеюсь тоже что-то порешали потому что в пятницу он был просто отвратителен ну вообще по тизеру можно увидеть что некоторые супер приема убийцы в маске хоккеиста не успешно перенесли в новую игру и здесь наскать полет в бестелесной форме смотрится намного каноничней в общем игру однозначно ждем ну и под занавес конференция номер два в этом году дала залп из зелден ринг я честно говоря не хочу даже пытаться возить пальцем по кофейной гуще пытаясь разгадать что же нам готовит мастер хит и так и мэтр мартин надеюсь только что это не будет очередная вариация на тему великого древа жизни вообще честно говоря после просмотра трейлер раскладывается ощущение что новую игру как будто сделали из ассетов старых здесь вам и хранительница огня и очередной колокол и дракон похожий сразу на всех драконов из дарков но про схожесть всей продемонстрированный брони с броней из темных душ я думаю и говорить не нужно но геймплей лично мне все-таки больше напоминает секиры ни одного щита в тизере опять таки не мелькнула так что руку мастера игроки все-таки почувствует в релиз свой продукт творческий тандем великих авторов выпустят в конце января двадцать второго года и на этом видимо не только зима во всем мире закончится но и на марсе слегка подтает лед и на этой оптимистичной ноте summer game fest как говорится все но следующей конференции стала 3б как games и первым же анонсом стал гарольд халибу для создания этой игры применялась технология стоп-моушен проще говоря покадровая анимация что вылилось просто в нереально ламповую картинку и кукольный дизайн лор игры берет начало середины холодной войны когда человечество предчувствуя скорый конец всему построила огромный космический корабль и сошло с нашего глиняного шара без всякой остановки спустя 200 лет полета потерявший связь землю и корабль терпит крушение на планете которая должна стать для колонистов новым домом и тут выясняется одно интересное обстоятельство да планета полностью состоит из воды и вот и жизни гарольда по фамилии палтус в янтом самом корабле превратившимся в огромный город и расскажет эта игра дата выхода вроде как в этом году следующим графонистым анонсом стала кена bridge of spirits игра должна была выйти еще в прошлом году но что-то пошло не так по сюжету молодому духу по имени кена предстоит собрать команду духов попроще и разгадать мрачную тайну некой деревне на которую наложено странное проклятие поговаривают что ослепший старый маг ночью по лесу бродил а не другая деревня что случилось с этой узнаем 24 августа и дай бог чтобы это не казался еще один боемьютон следующий дизайнерский проект от студии sonic games погрузит игрока в мир случайностей в мрачное королевство где судьба каждого жителя зависит от броска кубика где-то я уже такое видел главная героиня по имени четкая простите четная вместе со своим ручным кубиком отправляется в опасное путешествие цель которого разрушить проклятие случайности ну что тут сказать выглядит игра достойно выйти должна в этом году но и после нескольких анонсов уж совсем дешевая индюшатина себе вновь напомнили разработчики триллера петле времени под названием 12 минут выйти он должен был еще в прошлом году но кому был должен всем простил и новую дату релиза назначили на 19 августа затем друг за другом прошли конференции коч меди и и джен экспо где первым представили новый научно-фантастический шутер от первого лица под названием final form играть в нем предстоит за неких роботов разработчики обещают большой простор для настройки навыков и внешнего вида машин мол собрать можно будет как шарик с пушками так и огромные роботанки вообще что угодно ну и насколько нагло это был пиздёж узнаем уже в следующем году затем показали dolmen at souls like в демку которого я играл еще в 2018 точную дату релиза проект так и не получил а годы все идут и краше игра не становится поэтому на что рассчитывают разработчики особо непонятно но пукнуть вечность своей великой игрой не также намерены в следующем году люди обломавшиеся на returnal по причине отсутствия у них правильной консоли смогут поиграть в версию для бедных под названием scarce above по сюжету отважная ученая и астронавт кейт ворд оказывается на далекой планете ну а дальше вы знаете поиграть в этот пробник returnal можно будет где-то в двадцать втором от себя добавлю что я конечно верю что пацаны старались но хрен ли все такое медленное то стрельба с вялыми кувырками через хуй вот и все что мы увидели в этой демке где экшен где будет хелл если релизная версия станет такой же то в чем там будет челлендж вообще не понятно украинская студия прогверс после провальной попытки объять необъятное впихнуть игрокам невпихуемое виде игры по лавкрафту под названием stinking city решила вернуться к корням и снова сделать игру пара шерлока холмса выкатив сиджай трейлер у ктул хуятина к слову тоже был красивый интересный трейлер надеюсь в этот раз разница между игрой трейлером не будет такой астрономической все в том же 2022 выйдет градостроительный симулятор wild west dynasty вы начинаете как одинокий ковбой который попадает на заброшенное ранчо и решает остаться ремонтируйте сара и расширяйте владения строите торгуйте и со временем ваша раньше начнет превращаться в город что может быть лучше в общем игроки вдохновившиеся уборкой говна за коровами в эпилоге 2 рдр могут начинать оформлять предзаказы также в 22 выйдет брэмбл the mountain king эта игра мальчики который пытается спасти свою сестру и стрёмно пыряет кого-то в трейлере ножиком что в общем то не мудрено ведь это хоррор по мотивам древнескандинавского фольклора так что ценители шведской крепоты вполне могут к проекту приглядеться ну а дальше пробудилась совсем уж древнее зло из нафталина внезапно восстала disables новая часть получила название liberation и что в ней будет происходить пока неизвестно бит резин ли опять расшалился или новый кто узнаем уже этой осенью следующий была конфа юбисофт удивительно но в этот раз каким-то образом обошлось без танцев но почти и что еще более удивительно обошлось без анонса ассасинов тоже почти вместо анонса новой части было объявлено что вальгала станет первым ассасином которого будут поддерживать аж целых два года вместо одного а значит викингов в скором времени ждет еще одно или два dlc из анонсов новинок я бы в первую очередь выделил riders republic масштабную мультиплеерную игру про экстремальный спорт в прошлом юбике уже предпринимали попытку врыва в данный жанр со своей игрой стив но в этот раз решили одними зимними видами спорта не ограничиваться так в игре появился данхилл от первого лица который выглядит просто мое почтение ну и дофига чего еще было показано и продемонстрировано и судя по всему riders republic затрагивает вообще весь экстремальный спорт кроме зимней рыбалки в апреле езды на электросамокате мимо яжмамок и роликов приступить к виртуальному экстриму вроде как можно будет уже в этом году также состоялась премьера next-ген игры аватар frontiers of pandora пока сказать можно только одно трейлер выглядит красиво а вот как будет выглядеть и главное играться эта игра непонятно как бы не сталось что в достоинствах у этой игры как и у кино кроме визуала ничего считай и нет на вообще скорее всего так и будет красивый ни о чем ну и конечно же не забыли показать far cry 6 который выйдет в октябре текущего года в принципе обсуждать особо нечего единственное что я узнал из этого трейлера в отличие от прошлого что в этой игре будет боевой петух в прошлом трейлере насколько я помню упор делали на крокодила ну и dlc еще пообещали где играть будем за злодеев предыдущих частей что честно говоря вообще-то интересно но вообще far cry он и в африке far cry ну и на этом полномочия юбисофта как говорится все на конференции devolver digital которая в первую очередь славится своей презентации нежели анонсами в очередной раз показали трейлер shadow warrior 3 год мы на него смотрим и еще год смотреть будем ибо выйдет игра где-то в двадцать втором на честно говоря вообще не ждут ибо ни один из предыдущих до конца не осилил следом показали черно-белый но тем не менее зрелищный платформер под названием трек туйоми молодой фехтовальщик и рок дает клятву своему умирающему учителю защищать свой город и людей от всех угроз а как известно когда самурай дает такую клятву значит врагам его пиздец выйдет игра в следующем году на конференции gearbox показали тур по съемочной площадке киноадаптации borderlands спасибо держите как говорится в курсе ну а на следующий день состоялась конференция иксбокс game studios и вот тут наконец-то понеслось началось все с двухминутного трейлера starfield это масштабный sci-fi рпг в космосе и первый new ip беседы за 25 лет стрельным должно ну вот просто по-любому но пока ничего не ясно и ничего не известно поэтому за анонсили и за анонсили старт игры запланирован на 11 ноября 22 года а дальше как говорится чики-брики в дамке gc game world выкатили трейлер второго stalker аж на пять минут с ламповыми посиделками с гитарой у костра с демонстрации графена аномалий и вот этого всего что в момент таких мощных релизов любят даже те кто оригинальные игры и в глаза не видел серьезно мне порой кажется что анонс второго stalker запустил флешмоб под названием эйфория на показ но просто вот пахнула мощным хайпом и надо хотя бы трейлер на каналчик да залить я к примеру оригинальные игры прошел не по разу не считая мусорного неба прочитал с десяток книжек по вселенной но вот игрой в бесконечные моды как-то не проникся и кипятком от этого анонса писать тоже не хочу ведь если подумать тот самый stalker залетел скажем так во времена золотой эпохи видеоигр когда геймер был еще не избалован и не шибко то требователен поэтому большинство игр принимались на ура цены на железо не так сильно кусаясь open world и песочница были в новинку а игр в постсоветском антураже достал кача наверное в глаза никто не видел по причине их отсутствия короче все звезды сошлись сейчас же когда экспертом по импакту стрельбы стал каждый второй а по лицевой анимации вообще каждый первый удивить игрока стал прямо скажем трудней ну а судя по графике показаны в трейлере у большинства фанатов ждалкера из снг которые не вылезают из мода вторая часть вообще не пойдет в одиночку ли делают новый stalker григоровича компания или кто-то помогает тоже непонятно слухи ходят разные но официальной информации вроде как нет а поэтому прикинуть чем и как будет наполнен мир игры тоже довольно сложно поэтому мой прогноз такой будет как эксодос только stalker с аномалиями артефактами и вот этим вот всем и это в лучшем случае но всем фантазером рекомендую вспомнить недавний релиз киберпанка и ч ч ч ч поспокойней ребята слухи с реддита на youtube хайпажоры будут притаскивать самые разные вы конечно можете им верить но главное помните надежда первый шаг на пути к разочарованию я кстати думал что это какой-то философ сказал а это казаться кто-то из вахис пизданул но сути не меняет выпустить stalker обещают 28 апреля 22 года авторы серии just cause анонсировали свою новую кооперативную игру про контрабандистов которая так и называется контрабанд все что известно об этой игре на данный момент в ней будут открытый мир и транспорт но в принципе других игр валанчатые не делают но действие происходит в семидесятых годах даты релиза у игры пока нет видимо ребята просто отчитались что работают ну а дальше грянула батла после того как 5 гендерфилд был успешно потоплен в океане говна дайсы видимо решили какое-то время реальные войны прошлого не теребонить поэтому с первых кадров мы увидели бодрое сражение апача с аллигатором в потенциальном конфликте недалекого будущего самое интересное что было продемонстрировано на мой взгляд это врыв при помощи крюка кошки на башенный кран ну и смена погодных условий во время боя на ядреный ураган в остальном батла есть батла системных требований пока еще нет но видно что они будут не хреновые ну и цены с теми начинаются аж с трех с половиной рублей в общем в октябре в игре увидимся стильный зрелищный с отличным юмором платформер о невероятных парапсихических способностях и таинственных заговорах он же психонавта с 2 выйдет 25 августа в первую не играл поэтому ничего сказать не могу после анонса нового дополнения ко всеми любимому fallout 76 игры для людей под бутиратом под названием party animals в очередной раз показали halo infinite сделав на этот раз упорно мультиплеер но я в очередной раз говорю что прошел одну единственную часть и вообще не понимая с чего вокруг этой игры хоть какой-то ажиотаж шутанчик настолько посредственный что starship troopers 2005 года это был интереснее создатели limbo и inside представили свою новую игру с амер виль я конечно не эксперт в гадании по трейлерам но что-то мне подсказывает что в игре предстоит спасать свою семью посреди глобального коллапса игра как обычно будет не про графику а про глубокий смысл релиз состоится где-то в двадцать втором diablo 2 resurrected выйдет двадцать второго сентября но к сожалению не этого года в дальнейших комментариях анонс не нуждается уже все знаем уже все видели продолжение приключений гуга и а миссии в плейк тейл реквием выйдет где-то в двадцать втором крыс судя по трейлеру в игре стало еще больше так что берегите ребята видеокарты им предстоит хорошенько прогреться вообще первая игра мне понравилась поэтому вторую жду атомик хард прозванный в народе клюквенным биошоком в очередной раз остался без даты релиза видимо будем до старости на его трейлеры смотреть трейлер кстати вышел сочный но уже хотелось бы хотя бы приблизительной даты релиза а тут даже не 22 что означает видимо не ранее 23 далее показали два с половиной d платформер под названием реплейсов игра как мне показалось очень похожа на цветную версию дедлайта выходившего 2012 но разработчик другой играть предстоит за искусственный интеллект запертый в человеческом теле разработчики обещают зрелищные перемещения динамичные бои пиксель арта также атмосферу антиутопии любители платформеров должны заценить обязательно ну а пока на конвейере по выпуску need for speed меняет ленту playground games показали новую форзу демонстрация геймплея как обычно вылилось в графическое великолепие которое нет смысла описывать словами гонять на этот раз предстоит в солнечной мексике а список динамичных погодных условий пополнит песчаная буря релиз состоится 9 ноября obsidian games анонсировали продолжение космической рпг потухшие миры она же the outer world как сказал один бандит вежливость лучшее оружие вора но в рпг obsidian games лучшее оружие от харизма дающая возможность запиздить любой конфликт и порешать любую ситуацию в их играх что в конечном счете выливается в не самый интересный геймплей если фоллаут и хотя бы мир было интересно исследовать то в outer world и этого нет и на всю игру набралось два с половиной интересных квестов на данный момент вторая часть находится в ранней стадии разработки а после релиза какое-то время будет эксклюзивом для xbox ну и под занавес аркейны анонсировали свою новую игру redfall это кооперативный шутер от первого лица на четверых сражаться игрокам предстоит с вампирами как я понимаю под управлением ботов и тут возникает закономерный вопрос а много ли вы знаете успешных игр в которых игроки в коопе воюют с ботами left footed не в счет там pvp режим все таки был и мне кажется что большинство засиживалась именно в нем а тут из аналоги в голову приходит разве что всякие брекпоинты и world war z и эта игра от создателей дизонордов и крайнего пре а ну да вольфенштайн янгблат аркейн тоже рук приложили так что в принципе все понятно на конференции сквореникс выкатили трейлер игры по стражам галактики где в роли дракса выступил то ли кван-чи то ли кратас то ли вообще порождение тьмы из драгонаги в целом те кто поиграли в marvel's avengers уже имеют представление как сквореникс делает подобные игры и как она их поддерживает поэтому если вам не десять лет устанавливать эту игру можете сразу в корзину благо нынешний октябрь и без стражей набит релизами под завязку анонс спин-оффа хитмана я с вашего заочного разрешения пожалуй скипнул мне кажется всем уже понятно что серия мертва и разлагается и для кого делается этот спин-офф вообще непонятно анонсированный ранее вавилонс фолл продемонстрировав свой геймплей внезапно оказался не просто слэшером как многие ждали а игрой с сервисом так что скорее всего эта башня наебнулась раньше чем вышла хотя хрен знает поживем увидим выйти игра должна в следующем году team ninja ответственные за две части нее анонсировали новый souls like stranger of paradise final fantasy origin на данный момент на пятой плойке можно поиграть в демку этой игры и честно говоря это какая-то санина на механиках финалки выглядит игра как полное дерьмо но как известно на любое дерьмо свои мухи найдутся конференция пока гейминг-шоу после нескольких анонсов конкретной хрена ты продемонстрировала четыре минуты разговоров о dying light 2 что конечно же невероятно интересно играть и не слушать сможем вроде как 7 декабря права на игры по вселенной вампайр маскарайд по ходу кинули на растерзание всем желающим ибо что-то много в последнее время стало по ней анонсов подключились и разработчики за каунсел представь трейлер спин-оффа под названием с венсон в нем игроки могут стать одним из трех вампиров и видимо разговаривать со всеми и подолгу ведь это игра от разработчиков каунсел а значит нужно быть большим любителем чистокровных ролевок чтобы она вам зашла затем показали еще немного геймплея ливенский этот инновационный шутер был анонсирован еще в прошлом году главным новшеством стала временная петля бой состоит из пяти раундов по 25 секунд при этом в каждом следующем раунде по вашим записям действуют боты которые действуют так же как действовали вы в прошлых раундах согласитесь звучит как выти шутан должен уже этим летом среди прочих сомнительных анонсов затесался экшен солстис разработчики обещают темный мир полный тайн сложную боевую систему и фантастическую историю с динамичным сюжетом правда примерно то же самое обещать разработчики вообще чего угодно выглядит все это дело как анима в стилистике барда и кому-нибудь да по-любому зайдет следом выкатили новый трейлер пионера и на первый взгляд могло показаться что это анонс от stalker 3 однако сюжет пионера никак не связан с аварией в чернобыле действие игры разворачивается на острове полностью отрезанном от окружающего мира какой-то аномалии в остальном все по канону декорации советского постапокалипсиса мутанты кастомайс оружие и вот это вот все делает игру российская студия из 25 человек поэтому чудес на всякий случай лучше не ждать но вдруг а вдруг выйти игра должна первом квартале 22 вскоре после пионера заанонсировали вторую часть hello neighbor детского стелс-хоррора про соседа в первую часть я не играл но знаю что у ласплейщиков она была дик популярна во второй части искусственный интеллект соседа будет учиться у игроков что по словам разработчиков через какое-то время будет сильно удивлять последних и усложнять им задачу вообще надо признаться выглядит интересно возможно перед выходом сиквела стоит ознакомиться и с первой частью выйти вторая часть должна по идее уже в этом году единственное что запомнилось на конференции фьючер гейм-шоу это демонстрация esports boxing club нельзя сказать что эта игра будет иметь какой-то дико широкий охват или что это какой-то next-gen fighting но просто попробуйте вспомнить когда вообще выходил хоть какой-нибудь бокс на пк лично я вообще такого не помню а вот теперь бокс у нас будет ура правда когда будет неясно даты релиза пока еще нет про конференцию кэпком я уже все сказал в начале мои личные надежды на анонс ремейк одинокризис в очередной раз не оправдались но что касается конфи нинтендо то мне до нее вообще дела нет никогда у меня свеча не было и никогда его не будет но вроде как анонсировали вторую зельду и на этом у меня в общем то все пишите в комментах какие игры ждете пишите какие не ждете в общем все как всегда пишите жмите до новых встреч